Спасибо Господу, что мы находимся в месте чудес, в месте Его присутствия, Его силы. И мы можем смело назвать это место чудес, потому что Бог, Он чудесный Бог. Он сам себя называет, я Бог, творящий чудеса. И если мы призываем Божье имя, то мы находимся в месте чудес, а это значит, что чудо может произойти с каждым из нас. Но об этом важно также молиться. И я призываю вас, сейчас будем молиться, но прежде одно свидетельство для наших братьев и сестер, кто нас смотрит здесь, потому что многие люди не смогли приехать на это собрание из-за того, что нельзя передвигаться по стране. Здесь только сейчас люди из нашей церкви. Но я хочу вас ободрить. Вот свидетельство. Кто-то добрался, да? Кто добрался? Где герои? О, молодцы, вы герои. Молодцы, молодцы. Здравствуйте, дорогая церковь, благословение Отца. Меня зовут Фатима, мне 40 лет, живу в Германии. Спасибо за ваши молитвы. Смотрю вас онлайн в Ютубе. Я получила исцеление от выпадения волос. Когда я утром просыпалась, то на подушке было очень много волос. И когда расчесывала волосы, на расческе оставалось тоже очень много волос. Я из-за этого сильно плакала и переживала. Также сильно страдала от перхоти. Я покупала так много шампуня от выпадения волос и перхоти. Ничего не помогало. Но слава нашему Богу всемовущему. Я освободилась от этой проблемы через ваши молитвы на Ютубе. Спасибо Иисусу и вам. Спасибо Иисусу. Аллилуйя за то, что он это сделал. И я хочу всех наших братьев и сестер, кто нас смотрит, ободрить, что, видите, у нас много таких свидетельств. Люди получают, поэтому получайте так же, потому что в Евреях 13.8 это для всех нас Слово. Иисус, давайте скажем, послание Евреям 13.8. Надо запомнить 13.8. Зафиксируйте это. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Аллилуйя. Мне это нравится. И давайте просить сейчас, чтобы Бог совершал чудеса в этот день, на этом служении. Важно очень просить, иначе это будет наше служение вам и наше служение перед Ним. А мы очень нуждаемся в Его служении нам, в Его служении через нас. Апостолы, через которых совершались великие чудеса, вы помните, когда они собрались и начали молиться, то их молитва была такая. Бог, простирай свою руку и совершай чудеса и знамения именем Твоего Сына Иисуса Христа. И запомните, если вы хотите на служении видеть чудеса, а не просто видеть, как вы служите, призывайте Бога, призывайте, чтобы Бог совершал чудеса. Знаете, это нормально. Он может нам позволить служить и делать то, что мы спланировали. Но когда мы просим, это очень важно. Мы запускаем духовные механизмы. Мы даем Богу зеленый свет и говорим, Господь, мы тут наготовили много чего на сегодняшний день. Мы тут столько всего напридумывали. Но мы говорим, простирай свою руку и совершай чудеса и знамения именем Твоего Сына Иисуса Христа, а не через наши программы, через наши проповеди, через такие хорошие-хорошие свидетельства. Нет. Мы говорим, Ты совершай чудеса. И давайте просить сейчас, я призываю всех, кто нас смотрит, всех, кто здесь, просите, чтобы Бог совершал чудеса прямо сейчас, здесь и сейчас для вас, этот день. Подумайте о чем-то, что вам так сильно нужно и взывайте к Богу. Призывайте, Господь совершает чудо, не просто абстрактно. Простите о чем-то конкретном в вашем бизнесе, отношении ваших долговых обязательств, отношении здоровья, ваших родственников, которых здесь нет. Просите, чтобы Бог простил руку и совершал чудеса и знамения. Просите, просите и просите. И, Господь, я молюсь, чтобы у нас была вера, чтобы каждый из нас мог принять во имя Иисуса Христа, потому что мы в этом нуждаемся, в Твоем служении нам, в Твоем служении среди нас, во имя Иисуса Христа. И давайте еще на себе возложим руку и провозгласим. Господь, я благодарю Тебя за служение людей, но я очень нуждаюсь в Твоем служении мне сегодня, моему дому, моей семье, в моем бизнесе, в служении. Я нуждаюсь в Твоем служении мне. Я не хочу отказываться от Твоего служения. И я знаю, что Ты не против служить, потому, подобно апостолам, и я прошу, простирай свою руку и совершай чудеса моей жизни. Совершай чудеса здесь и сейчас. Мы ходатайствуем, совершай чудеса с братьями и сестрами по всему миру, там, где они есть, во имя Иисуса Христа. И мы уже благодарим Тебя, что сегодня, в этот день, люди, которые смотрят и которые будут смотреть записи, неважно, они будут получать чудеса, потому что Иисус вчера, сегодня и во веки тот же. Истина, истина. И познайте истину, истина сделает вас свободными. Истина.